В муниципальном центре культуры провели акцию «День донора». Екатерина Фисенко добровольно сдает кровь уже в 14-й раз. Женщина рассказывает, что решила стать донором еще на первом курсе университета. Тогда студенты всем курсом сдали кровь для русских военнослужащих, которые находились за пределами нашей Родины. По словам Екатерины, донорство очень важно в любое время. Мне кажется, оно актуально в любое время, потому что компоненты крови так запросто не перельешь от себя другому. У нас очень много происходит неприятных моментов, которые впоследствии требуют для восстановления здоровья людей, которые пострадали, переливания или компонентов, или самой крови. И я считаю, что поскольку она синтетически не синтезируется пока еще, только люди могут проявить сознательность и помочь своим близким. Донорскую кровь и ее компоненты используют для производства лекарственных препаратов, но чаще всего нужна в переливании во время операций, утверждают эксперты. Всего у людей 4 группы крови. У Екатерины Фисенко первая – отрицательный резус. Женщина рассказывает, что иногда ее экстренно вызывают для кроводачи, потому что человеку срочно нужна помощь. Да, бывает, звонят в станции переливания, как правило, заранее. Иногда бывает экстренно, когда ты собираешься и прям бежишь с работы. Я никогда не отказываюсь. Спасибо, мне очень повезло с работодателем, меня всегда отпускают. Это не возникает никогда никакой проблемы. Если мое здоровье позволяет, если я подхожу, то без проблем. Как утверждают специалисты, сдача крови безопасна для донора. При ее сборе используют стерильные одноразовые инструменты. Также донор обязательно раз в год проходит медосмотр по месту жительства. Медработникам нужно удостовериться, что противопоказаний нет. Здоровье донора в приоритете для станции переливания крови.